Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня очень интересная тема, что такое ясновидение. И каждый или кто приобрел карты, неважно какие-то роллы, какие-то метафизические, метафорические карты, руны или что-то другое. То есть каждый или человек, который научился читать значения этих карт, является ясновидящим. То есть у нас очень часто в последнее время я наблюдаю ситуацию, когда есть люди, которые не любят, чтобы их назвали гадателями или гадалками. Но я поддерживаю, что если человек сам себя уважает и имеет определенный уровень развития, то слово «гадалка» немножко странно как-то будет звучать именно в его адрес. Хотя, конечно, для того, чтобы человеку было яснее, для того, чтобы разъяснить, как смотрят, говорят о том, что ну да, вот гадание есть, сеанс гадания, например, и так далее, попытка предсказывать и прочее. Я предпочитаю говорить действительно в такой форме, как предсказание, диагностика, просмотр. Вот это как-то ближе и более звучит интеллектуально и отражает смысл. Но, в общем, как это ни называй, сейчас огромное количество людей, которые уже приобретя карты, считают, что вот они могут, скажем так, претендовать на гордое звание ясновидящих. И иногда даже слышим там от девчонок, а я пошла к ясновидящей, она мне на кофе посмотрела. А вот я там еще куда-то пошла к ясновидящему, он мне там посмотрел по руке и сказал, вот здесь надо очень четко, я не говорю о том, что это плохо или хорошо, это непрофессионально или профессионально. Ясновидение и профессионализм не имеют общих корней. То есть здесь вопрос не в том, бывает торолог, хороший торолог или любой, допустим, предсказатель, который на обычных игральных картах смотрит, на кофе, который хорошо знает систему, символы, знаки и остальное. То есть он может, полагаясь, плюс ко всему на свой личный опыт, прочитать правильно ту информацию, которая идет через арканы. Ну вот, например, мы там возьмем, например, смотрим на отношения, любую карту мы вытащим. И вот здесь вот мы видим, что сейчас, либо человек если спрашивает, будет ли свидание, например, да, мы видим, что да, будет свидание, будет передвижение, приедет к вам человек, вы будете разговаривать. То есть это по карте. Но если, например, ее смотрит ясновидящий, зная систему, он может вдруг ощутить, несмотря на основную трактовку этой карты, что человек, например, приедет, но проедет мимо вашего дома. И вот это уже будет ясновидение. То есть каким-то шестым чувством, можно так сформулировать, человек поймет, что именно означает в данной ситуации карта. Я всегда за то, чтобы прежде всего изучать систему. То есть таролог это не просто человек, который взял в руки картинки и начиная там выдуманно из своей башки рассказывать окружающим. Это человек, который должен четко понимать, какой аркан, в каком случае, в какой сфере, на какой вопрос, что нам отвечает. Это понятно. Но если говорить о ясновидении, ясновидение это получение информации нерациональным способом. Бывает любая мантическая система с элементами ясновидения, например. В чистом виде 100% ясновидящих я, честно скажу, не встречала. То есть не бывало такого, чтобы я увидела человека там, например, или задала какой-то вопрос. В целях просто поинтересоваться, есть ли действительно такой дар. И пообщаться с интересным человеком, например, просто не в форме проверки. Ясновидящих, я буду говорить за себя, я не видела. Естественно, все эти телевизионные шоу, где показывают, что там чуть ли не до цвета ноготка левого, там на левой ноге мизинчика, накрашенного чем-то другим. Это все, естественно, постановки. То есть этого нет. Ясновидящий на 100%, который расскажет однозначно, без любого мантического инструмента, настоящее, будущее, прошлое, имена всех окружающих, цвет глаз, сколько у вас братьев, сколько у вас сестер, когда, допустим, будет беременность, будет ли это светловолосая девочка и так далее. Вот что-то, что отражало бы на 100% ясные вам уже события в вашей жизни, не рассказывают люди. То есть здесь вот если говорить просто, что мы пошли к человеку, и нет никакого мантического инструмента, он просто посмотрел на вас или на фотографию и рассказал вот это. Мне не встречалось. Но опять же, смотрите, есть, хотя я изучала долгое время прицельно эту тему и эту сферу, можно здесь пользоваться, наверное, я не могу сказать, что не бывает, допустим, ясновидящих, но я скажу так, есть интересная поговорка, даже не поговорка, а история детская, шутка такая о том, что под любым столом, который накрыт скатертью, всегда-всегда сидит дракон. Но если вы приподнимете скатерть и попытаетесь посмотреть на этого дракона, он тотчас же исчезнет. То есть могут очень многие говорить о том, что видели таких людей, о том, что это происходило и так далее. Но на самом деле, когда мы пытаемся подключиться, приобщиться к этой ситуации, выясняется, что не случилось ясновидения в 100% каком-то моменте. То есть да, бывает, что человек что-то о вас видит, бывает, что какие-то интересные факты может сказать, но не получается 100% видения всего того, что хотя бы произошло уже в прошлом, в вашей жизни. Поэтому ясновидящих на 100%, еще раз повторю, на своем веку я не встречала. Можно читать очень много про ясновидение из прошлого знаменитых людей, можно говорить о том, что где-то кто-то в другой стране, у него это получается, он это делает. Но если вы соприкасались именно с таким, с глазу на глаз, и вы прямо вот видели очень четко, что это происходит, вы можете, естественно, написать эту историю, будет интересно почитать в комментариях. Но я здесь вот хочу просто в этом видео расставить все точки над ее. Что такое ясновидение и является ли каждый таролог, каждый предсказатель в любом, задействован с мантическим любым инструментом, является ли он ясновидящим? Нет. Нет. Но у предсказателя может быть элемент ясновидения, то есть ясновидение может присутствовать. Как это может выражаться? Но я могу сказать по себе, потому что я считаю, что каждый человек должен говорить за себя, а не за окружающих, либо унижая их как-то, либо вознося на какие-то пьедесталы. Здесь можно говорить элементарно. То есть бывает такое, что я делаю расклад, особенно в личном порядке, то есть то, что вы слышите в общих раскладах и называются периодические имена, да, эти имена приходят. Но они приходят для тех, кто должен их услышать в этом раскладе. Может быть, когда человек сомневается о мой или не мой расклад, и тут следует имя, и человек понимает, а, да, 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 значит, этот расклад мой, если это имя, которое я как раз загадывала, человека, которого я загадывала в этом раскладе. Когда человек приходит на индивидуальную консультацию, тоже не всегда, не в 100% случаях, но очень часто бывает, что ты начинаешь ощущать имя, которое к тебе приходит. Очень часто бывает такое, что просто видишь визуально человека, видишь прическу, либо стиль одежды, который человек носит, и это не зависит даже от того, что показывают карты. То есть я могу смотреть на карту определенную, я знаю систему, знаю ее хорошо. Вот, например, мы смотрим, что можем сказать о человеке. То есть здесь мы можем очень хорошо воспроизвести классическое значение королевы мечей, которое у нас выпадает. Мы можем сказать, что это женщина воздушного знака. Мы можем сказать, там, допустим, если мы смотрим на возрастную женщину, что это вдова или разведенная, да, есть определенная ассоциация, перекличка с игральными картами с королевой, у королевы мечей с королевой пик. Есть такой момент, есть нюанс, не во всем они схожи, но есть перекличка своеобразная. То есть здесь мы можем использовать классические значения. Но иногда вы смотрите на карту, во-первых, вы не знаете иногда даже, почему ту или иную колоду берете для того, чтобы просматривать определенного человека. Но когда открывается буквально, может быть, какой-то один аркан из 20 открытых, вы вдруг понимаете, что это оно, и вы можете сказать, это Галина. И вот это уже ясновидение. То есть вот в этом порядке, да, ясновидение есть, и оно присутствует. То есть я могу сказать про себя, да, оно присутствует как элемент в рамках работы в системе, когда вдруг приходит какой-то образ. Бывает, что у ясновидящего, опять же, ясновидение это общее название, бывает яснослышание, яснознание, то есть вдруг у вас возникает уверенность в определенном утверждении, в определенном факте, и она оказывается правильной. Но видите, это тоже все надо всегда проверять. Яснослышание, то есть вдруг вы слышите что-то, что вам говорится, и вы воспроизводите это человеку, и человек говорит, да, это так, действительно так, или у человека была такая фразочка, он как раз мне ее всегда говорил. Вот это тоже ясновидение. Еще можно говорить о том, что ясновидящие могут смотреть видение, так называемое. Очень часто это происходит на границе сна и яви. То есть вот когда мы засыпаем, при просыпании реже, больше при засыпании. И здесь может появляться картинка, вы можете буквально как сон наяву смотреть, как какое-то кино, и почерпываете из этого уже какую-то интересную информацию. Но здесь я могу сказать всегда, что об этом, наверное, мы еще будем говорить, и это надо будет уточнить. Можно сказать, ну мало ли какие глюки, мало ли что-то там приснилось и так далее. Ясновидящий зачастую прекрасно понимает, что это видение, то есть это не просто какие-то голоса в голове, которые могут быть у психически нездорового человека. И это не просто ситуация, когда эти голоса влияют, заставляют, побуждают сделать что-то и прочее. Это мы уже в область психиатрии погружаемся. Поскольку я не врач-психиатр, я не буду рассуждать очень глубоко на эту тему, буду говорить только о том, о чем я знаю. То есть нормальный, психически здоровый человек, обладающий даром ясновидения, его элементами, должен всегда понимать, что это видение, это информация, которая идет с определенной целью. И эту цель нужно всегда помнить, держать в голове и воспринимать информацию именно с точки зрения помощи клиенту, который к вам пришел. То есть вот такие или помощи себе, если это в вашей жизни действительно тоже происходит какая-то история, в которой вы видите вариант решения этой ситуации для себя. Например, через вот такое видение. Это не становится навязчивым. То есть ясновидение приоткрывает нам завесу какой-то тайны для того, чтобы мы получили информацию, в которой мы нуждаемся. Как только вы получаете эту информацию, у вас перестают крутиться мысли, и они не являются какими-то навязчивыми. Вы не можете постоянно ходить, слышать голоса и так далее. То есть здесь уже надо к психиатру с такими симптомами, если они у человека возникают. И опять же здесь, вот знаете, как надо ли тренировать ясновидение? Я считаю, что вот все те, допустим, тренинги, которые расписаны, которые продаются, это просто для того, чтобы на людях заработать. Потому что человек пытается, вот он хочет стать великим магом, волшебником, идет учиться ясновидению. Я вам могу сказать, что ясновидение — это дар, который может усиливаться, если мы пользуемся правильно ясновидением, либо исчезать, если оно нам не нужно, или мы используем его неправильно. Но развивать — нет. Интуицию развивать можно. Но иногда люди путают, что такое интуиция, что такое ясновидение. Два этих понятия. Вот они не должны совмещаться, они не должны иметь одинаковое определение. Если вам интересен вот этот факт, поговорить, в чем разница между ясновидением и интуицией, например, то мы поговорим в следующей вот такой вот видеоговорилочке, в которой очень много интересного обычно бывает. Целый плейлист есть с видеоговорилками. В пункте, по-моему, 4 прикрепленного комментария. Ссылочка на целый плейлист, где вы можете по вопросам чисток, порчи, магии, вот теперь по вопросу ясновидения почерпнуть информацию. Поэтому, если подвести итог, то мы можем сказать о том, что не все тарологи являются ясновидящими, не все предсказатели, которые используют любой мантический инструмент, будь то руны, маятники, будь то какие-то, допустим, метафорические, метафизические карты какие-то и все остальное, не все эти люди являются ясновидящими. Многие, которые хорошо попадают в события, объясняют, рассказывают, что к чему, просто хорошо знают систему, и они тоже имеют право проводить анализ каких-то ситуаций, если человеку дается в результате вот этого сеанса, правильная, доходчивая, логическая, мудрая информация, которая помогает ему решить проблему. Но нельзя огольно называть всех людей, которые занимаются предсказаниями или анализируют с помощью любого инструмента какие-то ваши переживания и предсказывают будущее. Нельзя всех называть ясновидящими. То есть здесь есть разница, это просто обученный таролог, у которого хорошее знание системы и которому карты отвечают, потому что бывает такое, что и человек умный, и хорошо соображающий, и вроде бы систему выучил, но карты у него не работают. Вот такое тоже бывает. И мы не должны всегда наделять, допустим, любого предсказателя таким титулом, как ясновидящий. Поэтому не все предсказатели ясновидящие, но зачастую практически все ясновидящие в какой-то мере, они еще и предсказатели. Поэтому вот такая интересная история, интересная такая связочка. А я желаю всем удачи и благополучия, друзья. Если видео было полезным, можете делиться своими историями в комментариях, что у вас было в жизни, были ли вы когда-то, было ли какое-то соприкосновение с сеансами ясновидения, с элементами какими-то, были ли у вас вот такие вот проблески, например, как ясновидение. И я могу сказать сразу, что этот разговор был исключительно для того, чтобы мы могли здраво просто посмотреть на эту тему и понимать, что значит это слово, для того, чтобы огульно неправильно не называть людей, скажем так, не наделяя их этим титулом. И здесь вот не было никакой цели сказать о том, что а, тарологи, да, они не ясновидящие. Ну и что, да, не ясновидящие. Это как, например, ну, сапожник, например, он не производитель краски для сапог. Ну да, вот это немножко разные, как бы, профессии, это немножко разные дела, это немножко разные занятия. Поэтому таролог может быть хорошим, но при этом не иметь ясновидения, но уметь читать карты, которые ему отвечают. Такое тоже бывает. Ну а если есть элементы ясновидения, это вообще, как я говорю, счастливый случай, когда все совпало воедино, это вообще шикарные обстоятельства и ситуация. При этом ясновидение может быть неперманентным, то есть человек не постоянно видит определенные какие-то вещи. То есть это может быть, когда высшие силы считают, что вот сейчас тебе достаточно карт. Ты можешь и по картам рассказать человеку, ты можешь помочь ему, ты можешь дать ему информацию, которая ему нужна, необходимо. Но если нужна тяжелая артиллерия, грубо говоря, то подключается еще и ясновидение в определенные моменты. Поэтому вот для тех девочек, которые, допустим, не только девочек, мужчины приходят. Вы знаете, я горжусь тем, что и мужчины приходят на просмотры, потому что это много значит. Это значит, что человек услышал логику и здравые рассуждения. Потому что очень часто обращаю внимание на то, что девчонкам важно, чтобы там, да моя миленькая, да моя девочка, да я тебе сейчас все расскажу, посмотрю и так далее. Я, правда, далека от таких соплей розовых, потому что я хочу помочь всегда человеку какие-то факты предоставить, чтобы на базе этих фактов человек решал уже потом свою проблему. А мужчинам очень важно именно услышать какие-то факты, логическую информацию, практический совет, которому, скорее всего, мужчина будет следовать, если он у вас его спрашивал. И это очень ценно. Тем более, что мужчины, кстати, очень хорошо дают потом зачастую обратную связь. Это тоже, конечно, я очень ценю. Ну, а так, естественно, вам решать и вам думать всегда, к какому торологу, к какому предсказателю вам идти. Но всегда говорю о том, что не награждайте титулами, которые человек не должен носить, скажем так, не надевайте мантию на продавца, допустим, хороших вкусных булочек. Потому что он не король, но тем не менее, у него шикарный просто, например, хлеб и какие-то хлебобулочные изделия. Просто нужно отличать одно от другого и понимать, зачем конкретно вы идете к тому или иному человеку, когда вы записываетесь на консультацию. Я всем желаю удачи и благополучия и жду ваших историй. Может быть, вы когда-то с сновидением сталкивались и есть у вас опыт, которым вы можете поделиться и рассказать интересную историю. Я думаю, всем будет познавательно. Удачи, благополучия, до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова